Друзья, всем привет! В руках у меня вот такой газовый баллончик. Это универсальный всесезонный газ для портативных приборов, различных горелок, допустим, для кемпинговых горелок. Сегодня мы с вами сделаем несколько полезных приспособлений для этого газового баллончика. Ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда внезапно заканчивается газ в зажигалке. Но рядом нет баллончика профессионального для заправки зажигалок. В данном случае нам поможет наш баллончик с газом. Но, чтобы заправить данную зажигалочку, нам нужно сделать переходник. Из чего же сделать переходник? А в этом нам поможет обычная игла от шприца. Вот такая вот. Теперь нам нужно будет удалить иглу отсюда. Вот так она досталась. Теперь нам нужно здесь срезать грани. У нас находятся четыре грани, как видим. Вот одна, вторая. Мы их срезаем. Еще одна. Все. Грани срезали. Сейчас покажу. Вот таким вот способом. Все. Теперь можно приступать к заправке нашей зажигалочки. Одеваем переходничок на баллончик. И таким способом заряжаем. Заправляем, вернее. Все работает. Прибавим. Прибавим. Это много. Вот такое вроде бы простое приспособление, но в трудную минуту поможет вам заправить вашу зажигалочку. Для следующей самоделочки нам понадобится обрезок вот такой алюминиевой трубочки. На одной из сторон нужно будет смять. То есть можно молотком, можно в тисках. Я буду это делать в тисках. Все. И сейчас нужно будет просверлить отверстие. Отверстие буду сверлить восьмым сверлом. Ну и теперь обрежу данную трубочку длиной 45 миллиметров. Вот что получилось в итоге. Ну и теперь нужно край зачистить. И все. Также понадобится обрезок шпильки восьмерки. Длина у меня будет 21 сантиметр. Далее нам понадобится вот такой сантехнический хомут. Я взял размер 47-51. Этого будет вполне достаточно. Ну и теперь на шпильку накручиваем гаечку. И вкручиваем наш хомут. Все. И контрим. Все законтрили. Теперь нужно будет немножечко край выгнуть кверху. Вот так немножко выгнал. Дальше вы поймете для чего все это делается. Так. Ну и теперь можно на другой конец шпильки также накручиваем гаечку. Затем вот эту штучку и опять гаечку. Берем горелочку и одеваем на баллон. Теперь нужно будет одеть наш хомут. Вот как у нас должно получиться. Подтягиваем. Вот как у нас получается в итоге. Вот этот загиб его где-то делать и не нужно. Потому что форма горелок у всех различная. Где-то и этот угол идет больше где-то меньше. Следовательно где-то вообще не нужно будет гнуть шпильку. Будет достаточно и то есть прямой шпильки. Ну и давайте попробуем. Берем немного голова. Помещаем в наш резервуар. И включаем горелочку. Берем еще немного. Все, олово плавится, как мы видим. Сделал вот такую скруточку. Ну и сейчас попробуем, спаяем. Сначала разогреем наш припой. Ну и пробуем. Вот как спаялся. Все очень крепко не разорвешь. Вот такие два простых приспособления у нас сегодня с вами получились. Да, они довольно-таки простые, но в то же время очень полезны. Данные приспособления очень полезны, например, когда мы будем делать проводку в доме. Ведь паяное соединение, оно самое надежное. Ну, также напишите в комментариях, пользуетесь ли вы таким приспособлением, как они себя зарекомендовали. Мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.